Всем огромный привет, с вами снова Виолетта Маурер или Толста Ви И сегодня на моем канале ваша любимая рубрика, это рубрика Instagram Мне действительно снизошло вдохновение, я поняла, что я с вами давно не делилась лайфхаками для именно stories по обработке Ну может быть там будут и фишки для обработки фото, но конкретно мы с вами разберем, как же сделать так, чтобы каждый человек, заглянув на мой канал Ваши stories сказал бы, вау, я хочу остаться на этих stories, я хочу следить за этим человеком Поэтому, если вы только зашли на мой канал, обязательно не забудьте подписаться на него, поставить лайк под этим видео и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых роликах Ну а если ты давно подписан на мой канал, то досмотри видео обязательно до конца, чтобы узнать о розыгрыше, который тебе, если ты развиваешь свой Instagram, будет действительно очень полезным По стандарту я для вас подготовила определенный список, я уверена, что он будет дополняться во время нашего видео, если я что-то буду вспоминать Но пока конкретно тут будет несколько лайфхаков Приложение, которое делает вот такие вот рамочки, да, вы часто спрашиваете у меня, Виолетта, как это сделать Все это делается в приложении, тадададам, приложении Unfold Вот оно находится, мы в него заходим В нем есть как бесплатные функции, так и платные, поэтому, если вы жалеете денег Хотя я уже эту тему затрагивала, кстати, в одних из своих лайфхаков Если вы еще не смотрели, можете посмотреть целый плейлист Там у меня по тому, как и находить свою тему для Instagram, концепцию блога, как обрабатывать фото для конкретно Instagram То есть много-много полезного, обязательно загляните где-то вот тут Вот всегда забываю, в какой стороне оно должно появиться Как им пользоваться? Сначала вы нажимаете на плюсик, и у вас открывается new story, то есть сделать новую, как бы, историю, да Не обязательно его как-то называть, потому что от этого ничего не изменится Вы нажимаете create, типа создать, и у вас открывается такое вот белое окошко, в котором вы можете творить Create, да Вы нажимаете опять же на плюсик, плюсик И у вас первым, что покажется, это бесплатные рамки, которые вы можете использовать Честно скажу, если вы не заядлый пользователь Instagram, если вы им серьезно так не занимаетесь То вам будет вполне достаточно вот этих всех-всех-всех рамочек, честно скажу Но так как я этим, ну, реально увлекаюсь, и мне хочется сделать что-то необычное и экстраординарное То я могу докупить какие-то функции, но они также не стоят дорого Эти рамки, да, вот эти, именно эта серия Она там стоила, по-моему, рублей 70 Вот эта серия стоила, там, рублей 130 Ну, я не знаю, если для вас это дорого, не покупайте и пользуйтесь только CS1 Как мы идем и действуем дальше? Так, давайте заново зайдем, еще раз плюсик, нажимаем create И нажимаем еще раз на плюсик Допустим, мы хотим сделать stories с надписью Мы нажимаем вторую, выбираем Видите, вот здесь у нас есть окошко, которое мы можем дополнить активным видео или картинкой Но обычно нам хочется вставить туда картинку, видео Мы можем с вами, давайте так Вот, я, допустим, сняла видео Обычно как я делаю? Я захожу в Instagram Я снимаю то, что мне нужно Допустим, там, музыкальное видео какое-то или разговор Потому что, хоть и качество, когда ты снимаешь через Instagram, через stories Оно портится, нежели если бы вы снимали себя просто на обычную Вот, допустим, если вы просто нажали на камеру И начали бы себя снимать То это было бы намного лучше качества Чем если вы зайдете через stories и будете снимать вот здесь Это я вам 100% обещаю Но я делаю так, потому что мне так проще И сразу я могу понять 15 секунд, что я их наговорила Вот, мы сняли видео на 15 секунд Допустим, с фильтром какой-то И мы сюда его добавляем Оно грузится и открывается Ой, я такая, довольна, не могу Но видите, что видео немножко срезалось Если вы хотите его в полном формате со stories выложить То вы нажимаете на нем два раза И оно отдаляется Два раза нажимаете, приближается Но если вы нажмете, допустим, два раза назад И захотите его вообще там меньше сделать Все очень легко Вы просто пальцами, ну, как бы свайпаете И расширяете пальцы до размера, который вам нужен Дальше Мы видим, что у нас есть здесь шаблоны для текста Мы нажимаем, допустим, на заголовок два раза Также после этого вводим то, что нам надо Допустим, на этом видео я там особо ничего не делаю Но мне хочется сообщить людям, что я снимаю для вас новое видео Допустим К сожалению, к русскому шрифту, как вы знаете Очень редко можно применить красивые шрифты Потому что они обычно накладываются только на английский Поэтому, когда я хочу написать что-то красивым шрифтом Я пишу обычно на английском Допустим, new video И дальше нажимаю на edit text Edit text — это редактировать текст Здесь у меня открываются сверху Несколько, там нет платных версий, только бесплатный Несколько вариантов шрифтов для stories Я убираю обычно, если под какую-то английскую надпись Вот этот шрифт И делаю его больше, введя вот этот кружочек больше в букве A Также можно изменить положение этого шрифта Мы его просто перевозим вверх, да, допустим Нажимаем еще раз дважды и нажимаем еще раз на edit text И допустим, мы хотим шире сделать буквы, да? Да, допустим, вот так вот, по ширине Можно сделать только большие буквы Но мне кажется, что здесь это не так особо, это красиво идет Эту функцию убираем Также можно сделать по центру шрифт или там сбоку Все По функционалу здесь в принципе все Нажимаем done и можно подписаться ниже Так сказала, как будто бы Дальше нажимаем на шрифт ниже и тут пишем, допустим, снимаю для вас... нет, лайфхак 2. Если вы не знаете, что написать на сториз, но вам что-то нужно написать, чтобы привлечь внимание, просто ВКонтакте найдите какие-нибудь сообщества 5 умных мыслей или мудрые мысли. Я, конечно, так уже не делаю, потому что у меня, в принципе, есть свои мысли, но иногда, если мыслей нет, а надо что-то написать, вы просто, допустим, находите какую-нибудь запись, счастье не надо искать, им надо быть. Супер! Берете, копируете, заходите в приложение, нажимаете, ой-ой-ой, возвращаетесь на шрифт, два раза нажимаете, дальше нажимаете Past, вставляете, и все, вуаля, нажимаете ли текст, делаете его таким, какой вам нужно, да, можно другой шрифт выбрать, я обычно вот такой выбираю Bebez, и делаю его поуже, поближе, как его там поближе сделать к видео, вот. Теперь, чтобы просмотреть, что у нас получилось, мы можем нажать на вот этот глазик, почему-то, ну, будет без звука, я не знаю, может быть на видео будет со звуком, ну, вот вы можете просмотреть, по-моему, получилось очень круто, дальше, чтобы... Вы можете, конечно, добавить еще дополнительный шрифт, нажав на правом нижнем углу, можете добавить вот шрифт еще, да, но мне, в принципе, он не нужен, я нажимаю на верху справа на вот сохранить, сохраняем именно конкретно не Stories, Stories, это тогда сохранит вам весь лист, то, что вы там наделали, а вам нужно конкретно эту страницу сохранить, поэтому вы нажимаете... О, тут можно Share Page to Instagram, тут что-то новое открылось для меня, интересно. О, прикольно, то есть можно сразу для Stories, ну, прикольно, кстати, вот, можно делать даже так, и у вас сразу видео уже будет в Stories. Все, в принципе, можно сказать, первый лайфхак со вторым уже закончились, если вы хотите использовать другие функции, просто покупайте их, оплачивайте через App Store, и, в принципе, все. Вот, а здесь просто, чем не нравится, здесь есть и кружочки разные, также фишка такая, как сделать так, чтобы ваше фото было на фоне. Это вот третья, допустим, картинка, вы просто вот сюда нажимаете на этот бачок и выбираете... У меня есть сохраненные, я их в избранное добавила, допустим, просто вбейте в гугле фон мрамор, белый мрамор, можете его сохранить и потом добавлять на фото. Ну, допустим, мы хотим вот это небо, делаем его, вот, теперь у нас фон на небе, и дальше на этом фоне мы уже можем выставить любое видео, которое у нас есть. Вот и все. Вуаля! Также мне еще нравится делать в формате Polaroid, как будто бы это происходит, и уже на этом нижнем белом фото можно что-то подписать. Все, теперь, чтобы сохранить, нажимаете на share page to Instagram, и все. В последнее время вы могли заметить, что на моих stories виднеются такие потертости, да, я начала использовать не стандартную обработку C7 или C8 или C6 из VSCO Cam, я вообще им практически перестала пользоваться, потому что он мне надоел, я начала использоваться новым приложением, это приложение Afterlight, оно, ну, не новое для многих, я имею в виду, есть бесплатная версия Afterlight, но мне Рита, когда я была в Питере, она мне посоветовала, сказала, обязательно скачай это приложение, я такая, ладно, окей. И в итоге в Барселоне, когда я им пользовалась, я поняла, что оно такое крутое, потому что там много-много разных функций, которые я не могу использовать. Ну, допустим, возьмем это фото, и мне нравится, что здесь фильтры, они такие ненавязчивые, нет, ну, это навязчивые, но они, наверное, больше подходят, хотя нет. Вот смотрите, допустим, даже вот этот фильтр, он высветляет кожу лица, и такая фотография более целостно смотрится, но я не об этом хотела сказать, я хотела вам рассказать о потертостях на фото, как я делаю. Вот, смотрите, вы часто спрашивали у меня, Виолетта, как ты вот выкладываешь такое фото, делаешь? Оно реально выглядит таким, знаете, винтажным, да, или каким-то еще. Или, допустим, вот это фото, тоже кажется. Мне раньше казалось, зачем на фото накладывать какую-то грязь или какую-то потертость, оно же будет некрасивым, но почему-то сейчас мне это прям заставляет большое удовольствие. В общем, как все это делается? Вы заходите в приложение Afterlight, да, оно платное, но оно того стоит. Я сейчас рассказываю уже больше о функционале для людей, которые хотят больше и лучше развивать свой Инстаграм. Возьмем какое-нибудь фото раскладки, допустим. Ладно, возьмем фото NRD, мне, кстати, его нужно обработать, как раз-таки вместе с вами его обработаем. Что бы я сделал? Я бы наложила какой-то фильтр на него, ну, естественно, не этот. Мне, кстати, нравится вот этот третий фильтр, Dusk. Он приглушает цвета и очень круто выглядит. Также можно функции контролировать, нажав на сам фильтр. И вот здесь я не разбираюсь, что там написано, какие-то курвы. Я просто тыкаю пальцем, как мне нравится, так я и оставляю. Допустим, мы закончили, ставим галочку. После этого я бы пошла вот, следующие тут два кружочка, видите, я на них нажимаю, и я бы добавила пыль. Пыль, да. Допустим, мое любимое слово это допустим. Третье, чтобы было не так прям сильно заметно, но и был какой-то вот такой вот эффектик. Также есть прикольная фишка, здесь это цветной сдвиг, то есть у вас будет 3D эффект на фото. Но здесь он, мне кажется, не нужен. Дальше, дальше в настройках я обычно бы еще добавила резкости. Ну, я всегда ее добавляю. Просто, мне кажется, так фото более четким смотрится. Также, конечно, на этом фото я бы себе еще ноготь поправила, потому что немножко отросли и как бы некрасиво смотрится, но это можно сделать в FaceTune. Просто дальше я не запариваюсь и просто иду по функционалу приложения, и вот нравится мне, я добавляю чуть-чуть розовенького оттенка. То есть, когда мне говорят, Виолетта, ты пользуешься пресетами, даже если я пользуюсь пресетом для Lightroom, то я всегда его корректирую впоследствии. Допустим, тепло. Сделаем чуть теплее. Вам может казаться, что фото практически не изменилось, но на самом деле в нем произошло очень много изменений. Так, ну, в принципе, с этим все. Вот наша фоточка. Она была такой и стала... Давайте уберем, чтобы было видно. Была такой, стала такой. В принципе, ничего прям особо не изменилось, но выглядит прям вкусно. Я б съел. Кстати, сейчас буду розыгрыш на Инстаграме делать на NRJD, так что заходите, кстати, не забывайте подписываться на мой Инстаграм, потому что там куча мотивации. Я начала вести блог немножко по-другому, начала писать больше постов информативных, также вы можете больше наблюдать за моей жизнью личной, и я там делюсь, наверное, больше влоговой жизнью, которую вы любите, но которую сюда как бы я не готова выкладывать. Вот, так что... Ви, Маурер, подписывайтесь, пишите мне в директ, что вы с этого видео, и я вам постараюсь обязательно ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!